В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Все водители важны. ОРТ объявила вакансии на новые маршруты. Предпраздничное убранство. Дирекция благоустройства города приступила к установке новогодних елок. Отдать долг родине. Мы точно знаем, сколько парней из Рязанской области уйдет служить. Об этом и не только. Смотрите сегодня в выпуске. О дополнительных выплатах всем врачам скорой помощи заявил сегодня губернатор Рязанской области Николай Любимов на правительстве. В помощь медикам уже привлекли студентов медуниверситета и медколледжа. Автопарк пополнился машинами, полученными во временное пользование. Переференции получит и бизнес. Ковид-19 в Рязанской области по-прежнему наступает по всем фронтам. И главный рубеж обороны, скорая медицинская помощь, по словам Николая Любимова, сегодня нуждается в дополнительных мерах поддержки. На борьбу с коронавирусом уже брошены все резервы. В экипажах работают студенты медуниверситета и медколледжа. Всего около 70 человек. Машин на линии стало тоже больше. Пока что в аренде. Но и это еще не все. Люди, конечно, устали. И морально, и физически. Уже долгое время они испытывают колоссальные перегрузки. Конечно, мы обязаны поддержать это важнейшее звено здравоохранения. Поддержать людей. Необходимо как-то компенсировать их нагрузки и риски. Поэтому я принял решение о выделении ассигнований для дополнительных выплат коллективам. Мы обязательно найдем возможность поддержать наших работников скорой медицинской помощи. Поддержка малого и среднего бизнеса также продлена. Никогда не бросали и не бросим бизнес в этот сложный период, заявил губернатор. А затем озвучил суть дополнительных меропреференций. В прошлом году на поддержание финансовой стабильности предприятий региональной власти потратили 309 миллионов рублей. 170 предпринимателей в итоге остались на плаву. В этом году программу продлят. Для организаций, перешедших с единого налога на вмененный налог мы на три года, 21, 22, 23, снизили ставки по упрощенной системе налогообложения. Для пострадавших отраслей, к которым прежде всего относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, туризма, демонстрации кинофильмов, творческой, физкультурно-оздоровительной, для санаторно-курортных организаций, музеев, сонка, в текущем году продлены налоговые преференции, ставка по упрощенной системе налогообложения снижена в два раза. С учетом текущей ситуации, считаю необходимым для пострадавших отраслей проработать вопрос продления этой меры. Налог на имущество организации уже снижен до минимума, и это должно стать хорошим подспорьем сферам общественного питания, магазинам одежды и бытового обслуживания. Экономия для полутора тысяч предприятий – порядка 170 миллионов рублей. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязани увеличили количество автобусов. Первая партия из 15 машин уже начала курсировать по 16 маршруту. Об этом заявили в управлении рязанского троллейбуса. В данный момент УРТ ищет водителей. График у нас 12-часовой. С чего он день начинается? Приходим, отмечаемся у врача, проходим механика, берем валидатор, заводим автобусы и поехали работать. Водительский стаж Дениса Митяева – 15 лет. В последний год он работает в управлении рязанского троллейбуса. Пришел сюда из-за плохих условий на прошлой работе. Здесь, говорит, куда лучше. По мне лучше стало. Потому что как бы и зарплата стала побольше, и социальные гарантии все стали. А то там только было официальное оформление, ни больничных, ни отпусков не было в московской фирме. А здесь все как бы, все социальные гарантии, зарплата побольше. Ну, по мне лучше. Еще в начале осени в Рязань поступило 85 автобусов из Москвы. И почти сразу же появилась потребность в увеличении штата. Сейчас ищут водителей троллейбусов и автобусов, а также кондукторов. Требуется и слесаря по обслуживанию троллейбусного и автобусного парка. С октября месяца происходит повышение заработной платы и у кондукторов, и у водителей троллейбусов, и у водителей автобусов. И также у слесарей, обслуживающих все транспортные средства. На предприятии уже заявили о проведении курсов повышения квалификации всех сотрудников, включая водителей, кондукторов и рабочих ремонтных подразделений. МУП УРТ наладило сотрудничество с Рязанским автотранспортным техникумом для привлечения к работе студентов и молодых специалистов. Кроме того, учебный центр предприятия набирает новые группы по подготовке водителей троллейбусов. Сейчас на базе МУП УРТ организовано обучение водителей троллейбусов. Группы набираются. Сейчас на 7 ноября началось обучение первой группы. В ближайшее время планируется организация новых групп. Ученика троллейбуса сейчас увеличена стипендия до 20 тысяч рублей, что позволит ученикам не отвлекаться на зарабатывание себе прожиточного минимума, обеспечить свой прожиточный минимум. И через 6 месяцев после обучения мы обязательно трудоустраиваем водителя троллейбуса к себе на предприятие. Водитель автобуса в среднем получает 40-50 тысяч рублей. Слесарь по обслуживанию подвижного состава 30-35 и выше. Кондукторы 21-22 тысячи. Есть где работать и есть на чем обучать. Нужны только ответственные добровольцы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Дирекция благоустройства города приступила к новогоднему украшению города. Уже установлено около 14 новогодних красавиц. И коммунальщики приступили к сборке главной – 22-метровой елки на площади Ленина. Новый год все ближе. А значит, самое время для украшения города главными символами – пушистыми елями. Рязань в этом смысле одна из первых. Первую зимнюю красавицу дирекция благоустройства установила в Солочи. И уже приступила к монтажу конструкции на площади Ленина. Была дана установка о том, чтобы дирекция благоустройства вместе с муниципальными учреждениями, предприятиями города занялись подготовкой непосредственно к Новому году. Сейчас мы занимаемся установкой елок. Основная большая задача у нас – это установить 22-метровую елку на площади Ленина. Ну, а соответственно, по городу у нас планируется установка порядка 35 елок. На сегодняшний момент уже собрано 14 елок. У нас планируется установка елок также у муниципального культурного центра в районе ЗАГСа на Московском, ДК Приукский, ДК «Октябрь». За украшения в районах города отвечают в том числе ТОСы. Правда, елочки у них будут поменьше – всего 6-8 метров. Деревья буквально собирают с помощью спецтехники. Ветви устанавливают вручную и закрепляют на специальном каркасе. Помимо, собственно, самих хвойных красавиц, город украсит специальными новогодними арт-объектами и светодиодными иллюминациями. Город будет украшаться различными арт-объектами. Вот, сейчас мы смотрим то, что есть у производителей арт-объектов. Непосредственно также этим занимается и наша МУПа. То есть в районе своих организаций они будут тоже просматривать варианты, чем украсть. Это и Снежинки, и Дед Морозы, и, соответственно, это будут цифры 20-22. То есть все эти арт-объекты также будут предусмотрены, установлены на территории города. По словам Андрея Ковалева, заблаговременная подготовка к Новому году позволяет оценить состояние новогодних украшений и успеть предпринять необходимые меры. А еще городские власти стараются вовлечь предпраздничную подготовку как можно больше жителей. И совсем скоро будут объявлены новогодние конкурсы, в которых примут участие все желающие. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Осенний призыв в самом разгаре. За первый месяц отдать долг родине отправили 700 рязанских парней. Но это еще не финал. Валерий Седов пообщался с военным комиссаром и узнал, как проходит призыв. Три сотни уклонистов сейчас бегают от службы в армии сразу в двух районах города – Московском и Железнодорожном. Ловят их военные вместе с полицейскими. Иногда к поиску привлекают и сотрудников Следственного комитета. Как поймают военкомат на обследование. И минимум предупреждения или штраф в 30 тысяч рублей. А потом служить бойцы всегда нужны. Даже есть четкий план, сколько конкретно новобранцев должно отправиться с двух районов. Вызвано для проверки более полутора тысяч человек. Из них на сегодняшний день отправлено войска 17. А подлежит призыву в этот период в нашем военном комиссариате более 130 человек. А можно и пойти служить по контракту. То есть вместо срочной службы призывник, молодой парень может подписать двухлетний контракт. Такие тоже есть. Пока что их всего 30 человек. Однако заменить срочку можно не только контрактной службой. Есть еще альтернативная. Граждане, выбравшие прохождение альтернативной гражданской службы, они проходят ее, безусловно, в большем объеме. Если военнослужащий по призыву служит 12 месяцев, то лицо выбравшей альтернативной гражданской службы служит 21 месяц. Проходят они службу учреждений социальных, почта, больницы. Тех, кому держать оружие не позволяет убеждения, немного, всего трое. Но места их так называемой службы уже известны. Это социальные учреждения города. Впрочем, призыв еще не закончен. За оставшиеся 6 недель к месту несения службы осталось отправить 12 партий. Направление преимущественно западный федеральный округ. Сюда прибудут процентов 90 всех рязанских призывников. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Зима наступает, а вместе с тем приходит время и смены гардероба. На этой неделе в Рязани в очередной раз представлена выставка белорусской обуви. Основной акцент – зимняя классика. Белорусская обувь славится тем, что особенно подходит людям, которые придают большое внимание подъему и ширине моделей. Зимняя коллекция белорусской обуви представлена в большом ассортименте мужских и женских моделей. Все размеры обуви, которая подойдет для каждого, рассчитаны на любой подъем и полноту ноги. Выставка-ярмарка проходит в гостиничном комплексе «Лович» регулярно, и многие рязанцы становятся ее постоянными посетителями. Покупаю сегодня уже третью пару. Обувь мне очень нравится. Я не первый раз здесь. Очень удобная, практичная. Ногам в них очень хорошо. Почаще приезжайте к нам, посезонно. Поэтому купила на три сезона – осеннюю, зимнюю и летнюю. Ногам в них очень удобно. Носки. Наш уже третий год. И поэтому еще пришла купить называемый «Празапас», как мы всегда говорим. Для этого прям нет слов. Это такое удобство. Ни в одном магазине так не найдешь. Потому что такая обслуга, прям уходить не хочется. Хочется мерить и мерить. «Довольна обслуживанием. Я уже здесь третий раз. И осеннюю покупала обувь, и летнюю. И вот сейчас вот купила осеннюю, зимнюю обувь. Очень довольна. Ноги проблемные. Так что обслуживание на высоте». Гости выставки говорят, что приходят сюда из-за хорошего качества обуви и приемлемой цены. Основные покупатели – люди старшего поколения, которым очень важно удобство и практичность моделей. «Нравится нам тут все. И обслуживание, и качество хорошее. Не первый раз мы берем уже. Этот раз вот подобрали мужа мы, широкая нога у него, чтобы на зиму носочек пододеть вот такой потеплее, шерстяной. И не скользящая подошва. Некоторые называют это вот «прощай молодость». Но это не так. Это очень хороший, надежный обувь. Некоторые рязанцы впервые посетили выставку. Они были приятно удивлены подходом консультантов к их потребностям. «Я решила прийти вот посмотреть, как, чего, что. Может быть, даже подобрать себе чего-то. И вот видите, подобрала. Даже главное дело в том, что обслуживают очень хорошо. Мы капризные старые люди. Очень даже капризные. Особенно я. Я капризная. Я выбираю, выбираю то, не то. Услужила, подобрала. Еще раз спасибо. Еще раз спасибо, девочка. За время работы представители ярмарки изучили покупательский спрос. Для выставок они подбирают фирмы и модели обуви, проверенные временем. Обувь очень мягкая, натуральная кожа. Город Витебск, Белоруссия. Подошва не скользящая. Не ломается, не трескается. Тут не кубиками, а цельная подошва. Она цельная. Не пустотелая. Молния хорошая, качественная. Мех натуральный. Для каждой пары обуви существует сертификат качества. Покупателям выдается памятка с рекомендациями по уходу за изделием. Фирма Марка, она себя никогда еще не подводила. И она старается, и до сих пор выпускает качественную обувь. Вот одна из этих моделей. Хотя у нас моделей очень много. В принципе, тот самый. Кожа та же самая. Рассчитана на широкую ногу. Потому что у кого шишка на ногах, у кого подъем. Ну и на холодную погоду. Вот она держит 25-30 градусов. На выставке-ярмарке представлены также мужские и женские куртки различных размеров. Они оптимально подходят для зимней погоды. Одежда комфортна в носке. Куртки сохраняют тепло и позволяют испаряться излишней влаги. Примерить одежду и обувь можно в гостиничном комплексе «Лович» на первом этаже до 21 ноября. С 9 утра до 5 вечера. В следующий раз выставка приедет в наш город в декабре. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин